Толкование на откровение Иоанна Богослова Кассета 2 16 глава 10-11 стихи Страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящие мучения. И они в эту истину невыносимую и из глубин нестерпимого ада, исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожен и страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, он сделался пленником и заключаем был в эту темницу без оков? Был ли это земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне? Всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстротекущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепеших зверей, или отдающийся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними, одними, была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их, но сами для себя они были тягостней тьмы. Столь тяжко была эта казнь, язва, и в бессильной злобе и отчаянии они кусали языки свои от страдания, ибо предвкушали вечные муки гиенны, где будет плач и скрежет зубов. Кажется, но теперь бы принесли покаяние истинному Богу, но они опять хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих и не раскаялись в делах своих. Печать Антихриста на челе их, и чело уже не может больше помышлять о вечности, не способно направить мысли свои горе, оно омрачено из глубин нестерпимого ада, исшедшей ночью. Премудрость 17.13 Не может рука, запечатленная Антихристом, подняться для совершения спасительного крестного знамения, не может сердце раскаяться, не могут очи пролить слез покаяния, не может язык призвать спасительное имя Господне, как некогда в древности после пяти казней фараон каждый раз ожесточал свое сердце, а после шестой казни уже Господь ожесточил его сердце. Исход 9.12 Так и здесь, наконец, было ожесточено сердце людей в конец, и кусая от боли языки, искусанными и кровоточащими языками все-таки хулят Бога. Шестая чаша Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Шестнадцать-двенадцать После поражения престола Антихриста наступает последнее событие мировой истории, непосредственно завершающиеся вторым пришествием Христовым и страшным судом. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Мы видим, что река Ефрат играет некую особую роль во всей истории человечества. Здесь в верховье Ходорики был насажден некогда рай, райский сад в Едеме. Здесь начал человек свою жизнь на земле, это колыбель человечества. Здесь произошло грехопадение человека, и Бог отвергает это место и соделывает местом спасения Палестину и Иерусалим. Здесь, на Ефрате и начало цивилизации, первое человеческое государство, Урарту. Здесь средоточие Бога враждебных сил. Здесь люди начали строить башню до небес, и были смешаны их языки и рассеяны по всем землям. Так здесь рождается язычество, говорящее не на первом языке народа Божия, а на разных иных языках, и поклоняющиеся разным иным богам, но не Богу истинному. Здесь Господь связывает четырех нечистых ангелов, приготовив их на час и день и месяц и год пред кончиной века. Здесь граница Израиля, страны истинной религии и благочестия, за которой находятся страны и народы боговраждебные. Здесь оплот народов, вечно враждовавших с носителями истинной религии. В древности это Осирия, Халдея, Персия, всегда воевавшие и даже покорявшие Израиль. Здесь и Вавилон, город великого нечестия. В христианскую эру здесь оплот мусульманства, религия, отвергавшая Бога человека, Иисуса Христа, и таинства Пресвятой Троицы, и впадшей в похоти плотских страстей, религии, призвавшей народы на кровопролитные войны с христианами. И в кончину века с этим местом будут связаны особые события. Когда шестой ангел вылил свою чашу в великую реку Ефрат, то высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Если язвы предыдущих чаш понимались преимущественно буквально, то и здесь можно разуметь буквально смысл этих слов. Некоторым указанием на это событие могут служить слова ветхозаветних пророков. Исайя. И прострет Господь руку свою на реку, в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. 11.15. Иеремия. Засуха на воды его Вавилона, и они иссякнут. Ибо это земля истуканов. Иеремия 50.38. Ясно указывается и причина иссушения воды Ефрата для того, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного на великую битву последнего дня. Два главных потока двинутся сюда от пределов севера. Ты, Гог, в земле Магога, и многие народы с тобою. Иеремия 38.15. И цари от восхода солнечного. Народы северные и восточные и объединившиеся с ними двинут тогда свои полчища в израильскую землю, что будет облегчено им иссушением воды Ефрата. Так разумел и святой Андрей Кисарийский, говоря, что река Ефрат оскудеет, чтобы дать проход языческим царям для истребления друг друга, которые двинутся, думаем, из скидских пределов, места Гога и Магога. Смотри обо всех этих событиях, 20 глава 7-9 стихи. И насказательное, виденное святым Иоанном, можно разуметь и так, Ефрат, граница Израиля с ранами Бога враждебными. Но вот Ефрат высохнет, эта граница исчезнет, то есть исчезнет все, что сохраняла христианскую церковь, новозаветний Израиль от своих врагов. И тогда все народы обрушат свой гнев на христиан, учинив последнее, лютое гонение на святых. Во время святого Андрея Кисарийского там жили языческие народы. Если же описываем апокалиптические события недалеки от нашего времени, то, глядя на карту мира, трудно ошибиться в определении великих держав к северу и востоку от Ефрата, а также тех религиозных и тайных мистических сил, гнездящихся около Ефрата. А, впрочем, только сами события скажут свое последнее слово. Видеть под высыханием Ефрата и последующей войны какие-то события предыдущей истории неправомерно, так как здесь описываются события с самого последнего времени, завершающиеся страшным судом. Но это еще не все. К чему привело изливание шестой чаши? «И видел я», пишет святой Иоанн, «выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». 16.13. Святой Иоанн видит исхождение нечистых духов из уст дракона, то есть сатаны, и из уст зверя, выходящего из моря, то есть антихриста, и из уст лжепророка, предтечи антихриста, зверя, выходящего из земли. Так мы опять видим эту сатанинскую троицу. Троица не по существу, а подражательная и ложная, о троичности сатанинского действия. Смотри 9.17. Эту карикатуру на божественную троицу, теперь, когда царство антихриста сделалось мрачно, явилось всему миру его бессилие, и стал ясен его проигрыш. Сатана собирает все свои силы и делает последнюю, отчаянную попытку восстать на Бога, возмутив все народы. Но на этом его постигнет конец через второе славное пришествие Христова. Итак, в действие вступает на этот раз сатана лично и привлекает своих могущественнейших служителей, антихриста и лжепророка. Объединив свою тройную силу, они объявляют Богу войну. По-видимому, они понимают, что это будет последнее сражение, и думают, что это будет последнее сражение, и вступают в бой сами. С одной стороны, сатана все знает о своем конце. Знает как из священного писания, так и из тех непосредственных сведений, которые он имеет от Бога и святых ангелов. Но он – отец лжи, и ложь искажает всякое знание, какое он имеет. Поэтому и по своей безмерной злобе и отчаянии он все-таки до конца будет вести с Богом войну. С чего же начинается эта последняя брань? Из уст и сатаны, и антихриста, и лжепророка исходят три нечистых духа от каждого по одному духу. Исхождение из уст означает, во-первых, исхождение духа и изнутри, из самого внутреннего существа наружу. То есть из сатаны, антихриста и лжепророка исходят самые внутренние, сокровеннейшие и отвратительнейшие их духи. Во-вторых, самый образ исхождения из уст мыслится как изблевание, что соответствует отвратительному виду жаб и существу дракона, зверя и лжепророка. В-третьих, этим указывается, что эти духи исходят в мир по непосредственному указанию соответственно сатаны, антихриста и лжепророка. Исшедшие три нечистых духа подобны жабам. Это сравнение объясняется природными свойствами жаб. В грязи рождающиеся, в грязи живущие, из грязи выходящие, малые сами по себе, бессильные, жалкие, но обладающие громким, песклявым криком и сильно раздувающиеся, противные и отвратительные при прикосновении к человеческому телу. Вот черты, характеризующие жаб. Таковы будут люди, в которых войдут эти нечистые духи. Душа и деятельность этих людей будет грязной и отвратительной. Слабые и жалкие будут их цели и проявления, но будут они гордыми и самопревозносящимися. В грязи рожденные, раздувшиеся и кричащие, как жабы, в грязи умрут. Изблеванные сатаной, антихристом и лжепророком сами превратятся в грязь. Далее об этих трех духах уговориться. Это бесовские духи, творящие знамения. 16.14. Мы видим, что все все царствование антихриста будет сопровождаться знамениями, чтобы увлечь и прельстить людей. И это будут не просто иллюзии и обманные действия, которые он совершит, но и знамения, совершаемые непосредственно бесовскими духами, исходящими из преисподней. Теперь, теперь же, для последнего восстания на Бога, изойдут непосредственно от самого сатаны, антихриста и лжепророка, три бесовских духа, творящих знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный, великий день Бога Вседержителя. На этот раз деятельность бесовских духов проявится в том, что они вдохновляют и подвигнут царей всей земли собраться на великую брань. Цари подымут свои обезумевшие от страшных казней язву народы на войну. В войне людям будет казаться выход из положения, да и чем такие мучения лучше умереть? Так все человечество в целом пойдет фактически на свое самоубийство. Подобно этому писал пророк Захария. Вот наступает день Господень, и соберусь все народы на войну против Иерусалима. Люди часто спрашивают, будет ли еще мировая война, потому что призрак войны витает над землей. Мы не знаем, что ожидает нас в недалеком будущем. Даст Господь мир, или он будет взят с земли. Но мы знаем, что всемирной войной кончится всемирная история, ибо цари всей вселенной будут собраны на брань. Народ с севера со всеми соединившимися с ним и цари восточные беспрепятственно перейдут высохшие русла и фрата и соберутся на всемирное побоище в Палестине. Это будет в оный великий день Бога Вседержителя. То есть в день суда. Сравни 1 Коринфянам 3.13, Матфея 7.22. Уже грядет Вседержитель в мир, но люди этого еще не знают. Они собрались на всемирную брань, бессмысленную и жестокую. Будут что-то друг другу доказывать. Они уже ничего не будут понимать и ничему верить. Не будут они уже верить и антихристу. Сами евреи, возведшие его на престол, отшатнулись от него и приняли Христа. А народы в страхе и смятении, в злобе и отчаянии собрались на брань, сами не зная зачем и с кем. И тогда придет Христос. Сейчас трудно говорить с определенностью о том, что это будет за брань. По-видимому, надо разуметь и буквальные военные действия, и брань духовную, идеологическую и мистическую. Все иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его. 16.15. Эти слова являются здесь несколько неожиданной вставкой в ход повествования о казни шестой чаши. Они, по-видимому, не принадлежат здесь ни Господу, ни ангелам, а просто святой Иоанн, когда стал описывать он и день Бога Вседержителя. То как бы сам вставляет эти слова, пришедшие ему на память? Вы, народы, уже не знаете, что делать, потеряли всякую веру и жизненную устойчивость, отчаялись в мучениях пятиязву. И вот собрались на брань, перебивая самих себя и фактически восставая на Бога. И тут все иду как тать, то есть неожиданно, как вор, блаженбодрствующий, не преклонившийся антихристу, но ждавший Христа, и хранящий одежду свою, полученную в святом крещении, и всегда облекавший душу своей добрыми делами, чтобы не ходить ему на гимн от добрых дел, и чтобы не увидели срамоты его, то есть его падшей греховной природы, невозрожденной Духом Святым. Потому блажен тот, для кого пришествие Христово не будет неожиданным, как приход вора. Ибо вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Для бодрствующего и хранящего свою святую брачную одежду это будет пришествие долгожданного жениха, это будут долгожданные лучи света грядущего дня для бодрствовавшего всю ночь сторожа. Но для спавшего во грехах это будет внезапное, страшное и неожиданное пришествие вора. Как вор расхищает имущество спящего, так страшный день суда расхитит все накопленное в греховной жизни на земле. Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. Кстати, в этих словах святого Иоанна мы находим опровержение ложного сектантского учения о предварительном восхищении церкви перед страшным судом. Верующие призываются бодрствовать, чтобы день суда, в который придет Господь, не застал их, как тать. А значит, они не будут предварительно восхищены, но будут до самого дня суда находиться на земле. Кстати, если принять сектантское понимание, что будет восхищение церкви, потом великая скорбь, потом тысячелетнее царство, потом страшный суд, то необходимо принять нелепую мысль, что Христос в кончину века должен прийти не только дважды, но даже трижды. Для восхищения церкви, для суда над народами после великой скорби перед тысячелетним царством и на страшный суд. Но такого учения не знает ни священное писание, ни святая церковь. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. 16.16. Далее святой Иоанн указывает на место, где будут собраны ко дню суда все народы на великую битву. Иоанн собрал их. Кто Он? В стихе 14 мы видели, что собирающими всех царей вселенной на битву являются бесовские духи и зашедшие из уст дракона, антихриста и лжепророка. Если же слова Иоанн собрал их, рассматривать как непосредственное продолжение стиха 14, то собирающим является сам Бог Вседержитель. Сравни Захария 14.11.1 Принять можно оба ответа одновременно, ибо если земных царей и собрали три нечистых духа, то не иначе, как по попущению Бога Вседержителя. Так все народы со своими царями оказались собраны на брань, на место, называемое по-еврейски Армагеддон. То, что название этого места святой Иоанн приводит по-еврейски, говорит о том, что оно уже играло роль поля сражения в еврейской истории. О каком же месте речь? В Священном Писании мы не находим упоминания о местности, прямо называющейся Армагеддон. Но мы встречаемся с выражениями воды Мегеддонские, судей 5.19, равнины Мегедо, 2-е Паралипоминон 35.22, Захария 12.11. Местоположение этой равнины действительно хорошо известно в Палестине. Это долина, орошаемая водами и служившая полем брани Варака Сесарою, и фараона Нехао с иудейским царем Иосией. Слово Армагеддон, несомненно, сложное, состоящее из двух слов, ар и Мегедо. Если читать греческое слово Армагедо, ар будет означать гору, если же читать иначе, то будет означать равнину. Более многочисленные и верные списки говорят за последнее чтение, но так или иначе речь идет об одном и том же местности, называемой Мегедонской, по долине ли, или по той горе, к которой эта долина примыкала. Святой Андрей Кессарийский пишет, что Армагеддон означает рассечение или убийство. По-видимому, при рассмотрении значения этого слова на еврейском языке этим доказывается, что тут люди пойдут на свое окончательное рассечение и убийство. В этой долине произошло два страшных кровопролитных сражения, памятных для еврейского народа. Здесь евреи во главе с Вараком и Деборою разбили Сесару, военачальника царя Явина, жестоко угнетавшего народ Божий. Судей 4-5. Здесь иудейский царь иосин, не послушав Господа, потерпел лютое поражение от египетского фараона Нехава. Так победа и поражение связанного евреев с этим местом. Победа при уповании на Господа и поражение при непослушании Ему. И здесь, на этой долине, будут ко дню суда собраны на страшную брань все народы земли. И Аиль называет этим местом долину Иосафата. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд. Мы видели, что будет это вместе за городом Иерусалимом. Возможно, что в Мегидонской долине состоится только первоначальное собрание всех народов, а уж окончательный суд в долине Иосафата за городом Иерусалимом, как и Христос был осужден за городом. То, что Господь соберет все народы на суд в долине Иосафата, является одновременно верованием и христиан, и евреев, и мусульман. А, впрочем, о географически точном месте трудно судить. Во-первых, по множеству собранных народов, а во-вторых, мы не знаем не только ни дня, ни часа пришествия Христова, но нам не дано и судить о месте Его явления. И поэтому на основании таких мест, как у порока Яилии и в Апокалипсисе, мы этого также не можем с определенностью делать. Знаем только, что на эти названные места соберутся народы на брань, и тогда явится Христос на суд. Седьмая чаша. Седьмый ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. 16, 17, 19 Чаша седьмого ангела, как и предыдущие шесть чаш, описывает события и казни Божию кончину века. Но показанному в видении седьмой чаши можно дать и иное таинственное толкование. Рассмотрим сначала это таинственное толкование, а потом уже непосредственное кончине века. Таинственное значение чаши седьмого ангела. Это видение снова возвращает нас, как уже неоднократно было в Апокалипсисе, к тайне нашего искупления, совершившейся на Голгофе. Перед нашим взором снова крест и все совершившееся на нем, но только предстает оно совершенно иначе, чем в описании евангелистов. Они описали то, что предстало в те дни перед их человеческими глазами. Святой Иоанн Богослов в Откровении видит все то же самое, но как бы с иной стороны, со стороны невидимого мира. Это как облака, которые, ходя по земле, мы видим снизу. Но забравшись на высокую гору, мы можем увидеть и с другой стороны, верхней. Седьмой ангел вылил чашу свою. Это та чаша гнева Божия, которая от дня грехопадения человека приготовлялась для наказания людей, но теперь изливается на сына человеческого. Семь чаш полнота гнева Божия изливается на него. Причем седьмая чаша выливается на воздух, ибо там царство сатаны, князя господствующего в воздухе. И вот теперь для сокрушения князя воздушного возносится Христос на кресте от земли в воздух. Об этом так пишет святой Афанасий Великий. Враг рода нашего, дьявол, не спадший с неба, блуждает посему дольнему воздуху. Господь пришел, чтобы не извернуть дьявола, очистить воздух, а открыть путь на небеса. И это исполнено его смертью, которую претерпел он на воздухе. Ибо только тот умирает на воздухе, кто оканчивает свою жизнь на кресте. И вот на воздух, на распятого Христа, изливается чаша гнева Божия. Он жаждет ее испить ради гибнущих людей, ради своих распинателей. Он воскликнул на кресте жажду, и ему дано было испить. Отец оставил сына, чтобы усыновить себе его распинателей. Люди видели и слышали, как Иисус из Назарета, вися на презренном древе римского креста, воскликнул, «Совершилось!» И вскоре после этого видели, как разодралась завеса в Иерусалимском храме. А вот что видели тогда же небеса, из храма небесного, от престола, ибо таковым явилось им животворящее древо, на котором восседал, как на небесном престоле непорочный агнец Божий, раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» Совершилось искупление, ибо чаша испита. Гнев Божий излит, разодрана завеса, отделявшая небо от земли. Крест соделан престолом, небо с землей воссорединено. «Совершилось!» Прозвучало от престола, и как эхо произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. И действительно, тогда сделалась тьма по всей земле до часа девятого и померкло солнце. Когда излился гнев Божий, то тьма окутала землю. Святой Дионисий Ариапагид был тогда еще языческим ученым, и, наблюдав эту тьму, находясь в Александрии, воскликнул, «Или Сын Божий умирает, или кончина века!» Воистину, умирал Сын Божий! «И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле! Такое землетрясение! Такое великое!» Да, такого не было. Ибо тогда земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Это землетрясение потрясло не только землю, но и недра ада и преисподней. И ад отдал своих мертвых, и они вышли воскресшие. Христос пленил плен, поразил сатану, небеса примирил с землею. Совершилось! И город великий распался на три части. Город великий — это Иерусалим. Он великий, ибо в нем совершилось самое великое событие — искупление человечества крестом Христовым. С этим же городом связаны величайшие события священной истории Ветхого и Нового Заветов и до кончины века. Город Иерусалим тогда действительно распался на три части по населявшим его христианам, иудеям и самарянам. Иначе еще население Иерусалима разделилось тогда на три части на твердо уверовавших во Христа, мало верных и вовсе не принявших проповедь о Христе. И города языческие пали. Церковь Христова распространилась, язычество пало, рухнуло. Погасли идерские капища, водрузился крест, пал языческий Рим, палоязыческая Александрия, палоязыческая Антиохия, палоязыческий Ефес, Афины и другие города. Расцвели столицы христианства, города христианских патриархов и центра христианского просвещения Рима, Александрия, Антиохия и многие другие христианские города. Восторжествовало христианство. Если же под городом великим разуметь духовный Иерусалим, Святую Церковь, то под ее распадением на три части можно разуметь печальное разделение церквей на православную, католическую и древние восточные церкви. Непосредственное значение чаши седьмого ангела. Непосредственно все это есть образ кончины века. Изливается последняя чаша гнева Божия. Придущими язвами поражено было все, поражены были все стихии. И вот изливается гнев Божий даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать. Таким образом нарушатся все внешние условия земной человеческой жизни. Но это будет и последнее, окончательное сокрушение сатаны, князя господствующего в воздухе и духов злобы поднебесных. Сам Христос явится в воздухе, чтобы осудить сатану и сынов его и соединиться со своей искупленной церковью. И тогда из храма небесного от престола раздался громкий голос самого Господа Вседержителя, говорящий «Совершилось!» Совершилось все, чему по предвечному определению надлежало быть. История неба и земли пришла к своему концу. Мир созрел, суды совершились, жатва пожата, паки грядущий пришел, более ждать нечего, наступил финал, страшный суд. Не выдержала этого земля и вся природа застонала, и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, как молнии исходят от востока, видна бывает даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Это будет последняя стихийная катастрофа из тех, о которых Христос говорил, что им надлежит быть в кончину века. Глады, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезни. Это же описано святым Иоанном землетрясение будет последним приступом, последней схваткой болезни. Болезнь это великая скорбь кончины века. Причем это землетрясение потрясет не только недра земли, но и ада и всей вселенной. Молнии, громы, голоса разбудят спящих во гробах, и уже не только некоторых святых, но и предкрестной смерти спасителя, но всех. Потрясется земля, раступятся камни, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия, и изнутворившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Агей 26. Эти слова пророка Агея толкует святой апостол Павел в послании к евреям, который Господь ныне дал такое обещание «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «Еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Колеблемые, сотворенные, небеса и земля будут потрясены изменят свое существо в новое вечное. В этом страшном землетрясении разрушатся и приедут ветхие небо и земля, и их уже не будет. Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом приедут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. И как при землетрясении бывает разрушение городов, так и здесь считаем разрушение Иерусалима, городов языческих и Вавилона. И город великий распался на три части. Под великим городом мы уже видели, понимается Иерусалим, и в древности камень на камне не остался от Иерусалимского храма, и весь город пострадал от римских легионов. Когда же император Юлиан Отступник в 360-63 год приказал восстановить храм, чтобы опровернуть пророчество Христа, то сильная буря, огненные шары из земли, землетрясения окончательно все разрушили. Такая же участь постигнет Иерусалим с его антихристовым храмом. Все построенное богоборцем будет разрушено до основания. От самого города останутся только развалины. Интересно отметить нынешнее разделение Иерусалима на три части между евреями, христианами и мусульманами. Такая же участь постигнет и другие города, как сказано, и города языческие пали. Падут перед страшным судом все земные царства, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Ничто не забыто будет. Воспомянут и Вавилон Великий, город нечестий и блуда, который надо отличать от Иерусалима, где будет храм Антихриста. О падении Вавилона мы уже слышали ангельскую весть. Город, напоивший все народы яростным вином, блуда будет сам пить. Чашу вина ярости гнева Божия. Подробно об этом в главе 17-18. И всякий остров убежал, и гор не стало. 16-20. Это тоже следствие описано в стихе 18-м землетрясения. При землетрясениях часто поверхность земли меняет свои очертания. острова погружаются в море, в горах бывают обвалы и разрушения. В невероятных масштабах все это совершится в кончину века. Уже в 16-14 мы читали, что всякая гора и остров двинулись с мест своих. Теперь же сказано, что исчезнут вовсе. стихи разгоревшись разрушатся. Прежнего и в прежнем виде не останется ничего. Прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Иносказательно святой Андрей Кисарийский под островами разумеет святые церкви, а под горами в них начальствующих. При наступлении великой скорби антихристовой, святые и их пастыри во исполнение слов Господних уйдут в пустынные и потаенные места и укроются там. Их не станет в шумном безбожном обществе. Убегут они ни от мучений, ни из страха, но предпочтут для сохранения благочестия пребывать в горах и пещерах, нежели в городах. Да и невозможные бой жить в обществе. Так же и самые пришествия Христа на суд святые соединятся с Господом грядущим в облаках, и их уже не станет среди нечестивых. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. 16-21 Это в довершение всех бедствий. То, что град пал с неба, означает, что людей всю землю постижет гнев небес. Постигает. Небо не может более взирать на беззаконие людей, посылает тяжкое наказание. Всеуничтожающий град величиной в талант уничтожает все, карает людей, и язва от него была весьма тяжкая. Талант мера веса 60 мин. Перевести ее точно на наши единицы измерения не удается, но для града величина во всяком случае весьма большая. Эта язва напоминает также седьмую казнь язву, наведенную Господом на Египет. Но все эти казни уже не приводят к покаянию, сердца людей ожесточены и ожесточены навечно. Не действует ничто, ни землетрясения, ни разрушения Иерусалима, ни падения Вавилона, ни град, покаяния нет. И хулили люди Бога за язвы от града. Хулах! Вот последнее, что в отчаянии злобе бесовской одержимости извергает уста погибающих. Что еще остается? Страшный суд и начало вечных мучений. Так заканчивается 16 глава и, собственно, большой раздел апокалипсиса. В виде трех семерок, семь печати, семь трупп и семь чаш показаны суды Божии, показана церковь и показана царство антихриста. Глава семнадцатая. Вавилон великая блудница. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Кончилось введение судов семи чаш гнева Божия. Теперь Господь имеет намерение подробнее показать великий город времени антихриста Вавилон и суд над ним. Эта расшифровка уже ранее кратко сказано святому Иоанну 14.8.16.19 о Вавилоне И вот пришел один из семи ангелов имеющих семь чаш возможно седьмой ангел как уже возвещавший о падении Вавилона и говоря со мной сказал мне подойди это это похоже как в 10.8 голос неба стал говорить со святым Иоанном и сказал пойди возьми раскрытую книжку из руки ангела стоящего на море и на земле здесь ангел ему говорит подойди не надо понимать что сам святой тайнозритель встал и подошел сменив свое местоположение нет все это в видении телесно он оставался где и был а в видении ангел пригласил его подойти как и далее святой Иоанн пишет что ангел повел меня в духе в пустыню слово в духе и означает что все это происходит в видении что же намеревается ангел ему показать он говорит я покажу тебе суд над великую блудницей сидящей на водах многих с нею блудодействовали цари земные и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле суд над ней является объектами видения показанного ангелом святого Иоанну кто это великая блудница сам же ангел дает толкование этому в стихе 18 жена же которую ты видел есть великий город царствующий над земными царями а в 18 2 так и сказано Вавилон великая блудница и так великая блудница это не что иное как великий город царства антихриста средоточие богоборчества и нечестие священному писанию свойственно называть блудницы великие города по их развращающему и расплевающему влиянию на окружающие народы так о городе Тире пишет порок Исаия и будет в тот день забудет Тир на 70 лет забудут в мире дни одного царя по окончании же 70 лет Тиром будет то же что поют о блуднице возьми цитру ходи по городу забытая блудница играй складно пой много песен чтобы вспомнили о тебе и будет по истечении 70 лет Господь посетить Тир и он снова начнет получать прибыль свою и он будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной о Неневе пишет пророк Наум это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности искусной вчеродеянии которое блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена Наум 3.4 здесь же речь о Вавилоне кончины века о котором и ранее уже было сказано что он яростным вином блуда своего напоил все народы Вавилон великий царствующий город времен Антихриста будет простирать свое влияние на все народы это выражено тем что великая блудница показана святому Иоанну сидящую на водах многих а далее стихе 15 будет объяснено что воды которые ты видел есть блудница суть люди и народы и племена и языки это напоминает слова пророка Иеремии о древнем Вавилоне о ты живущий при водах великих изобилующей сокровищами 51 13 под великой блудницей можно понимать не только сам развратный город Вавилон но и вообще осуществляемое через него земное богоборческое царство а Вавилоне великой блудницы существует в сектантской среде много ложных а то и прямо богохульных толкований сходят эти толкования на том что считает великую блудницу не городом не политическим и государственным центром последнего времени а то и ложной религией антихриста мирской церковью организация лжепророка конкретно при этом называется та самая церковь то православная и католическая то римское папство то экумена во первых все эти толкования ложны уже по одному тому что видят великой блуднице не великий город царствующий над земными царями во времена антихриста а религиозно идеологическую силу последнего времени ложность этого видна из следующего во всех местах о Бавилоне великой блуднице 14.8 16.19 и 17.18 нет и тени такой мысли никакого указания на нее стих 17.18 прямо толкует что жена есть город если же допустить мысль сектантов то надо еще толковать что есть город то есть давать толкование толкованию и это бессмысленно зачем давать толкование одного видения другим которое в свою очередь опять нуждается в толковании зачем символ символа стихи 9.18 дают толкование видения если мы город должны понимать опять как символ чего-то другого то и 7 царей не 7 царей а символ чего-то и 10 царей не 10 царей а символ чего-то и народы показанные в видении в образе вод не народы а в свою очередь являются символом чего-то так символ чего-то чего же они являются спросим мы сектантов допуская символическое понимание города мы должны допустить символическое толкование всего толкования в стихе 9.18 и прийти таким образом к нелепым предположениям, на вроде что народы и племена являются не народами и племенами, а символами чего-то другого. Во-вторых, ложность этих толкований легко усмотреть из их сопоставления с текстами Священного Писания. Иные, разумеет, под великой блудицей саму Церковь. Она, мол, на своем историческом пути, отреклась от своего высокого назначения, сделалась служанкой человеческих стремлений, вошла в контакт с миром, то есть стала блудницей, изменила небесному жениху и блудодействует с миром. Это толкование проистекает из совершенно ложного сектантского понятия о том, что есть Церковь. Церковь есть в толпе утверждения истины, и по словам Спасителя, врата ада не одолеют ее. Истинная Церковь Христова приводит спасающий и благодатный до конца мира, и ничто не поколеблит ее. Сектанты отпали от Святой Церкви, лишились ее благодати, и образовали свои самочинные общества в последние века, в основном со временем реформации, в XVI веке. Своё происхождение в последние века они не могут объяснить иначе, как через утверждение, что Церковь в течение веков отошла от истины. Тут они приходят в явном противоречии с Матфеем 6.18. Теперь они говорят, что Церковь не только отошла от истины, но станет великой блудницей антихристово-времени. Это уже богохульное учение. Самого термина «Мирская Церковь» Писание Нового Завета, преподающее учение о Церкви, не знает. Это богохульный вымысел сектантов, ибо хулящий Церковь хулит ее создателей главу. Что касается римского папства, то здесь можно просто провести рассуждение, подобное приведенным в приложении примечаний 5. Ложно и понятие сектантов об экумене, как о великой блуднице, сидящей на водах многих. Это учение распространено среди баптистов-раскольников, среди минонитов. Многие же протестанты и сектанты, наоборот, активно участвуют в экуменическом движении. Под многими водами они понимают многие вероисповедания, объединившиеся в один союз и образовавшие мирскую Церковь. Здесь мы, во-первых, встречаемся с ложным, пониманием экуменического движения, а это движение не создает единого союза, единого общества, верующих разных вероисповеданий. Такой союз действительно мог бы быть нужен, разве лишь антихристу. Каждое религиозное общество, участвующее в экуменическом движении, сохраняет свою полную религиозную самостоятельность, самобытность и автономию. Речь же идет о поиске единства веры и активного деятельного стремления к нему. Хотя, как движение новое и оригинальное, экуменизм, конечно, не свободен от ошибок и соблазнов. Далее же сектанты совершают самую обыкновенную подтасовку. Там, где сказано о людях, народах, племенах и языках, они просто-напросто говорят о разных верах, никак не обосновывая на основании, чего они так поступают. Об этом городе великой блуднице ангел говорит святому Иоанну. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяние упивали живущие на земле. Это все о великом богоотступничестве, нечестии и тлетворном влиянии великого царствующего города. На другие государства и народы. Порок Иезекииль так об этом пишет. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодействием своим, и она осквернила себя ими. 23.17. До сих пор были слова ангела. Теперь только начинается само видение. Святой Иоанн описывает. И повел ангел меня в духе, в пустыню. Словами в духе означено, что происходит это не в действительности, а в видении. Повел его ангел в пустыню, где и увидел святой тайна зритель великую блудницу. В пустыне здесь имеется в виду нравственно-религиозном смысле. Великая блудница за свое любодейство совершенно оставлена Богом, лишена всякой связи с церковью, находящейся также в пустыне, но совершенно иной. Великая блудница лишена источников воды живой, текущей в жизнь вечную, и оказывается в духовной пустыне, обреченной на нравственную гибель. Здесь жизнь без Бога, без Духа Святого, без живительной влаги небес. К тому же пустыней в духовном смысле считается вообще всякий город или многочисленное и многолюдное общество, порицаемое Богом за душевное опьянение, прелюбодеяние и другие подобные преступления. И вот в этой нравственно-духовной пустыне, пишет Святой Иоанн, я увидел жену-блудницу, которая далее будет подробно описана, а сейчас сначала показывается, в чем ее основа, сила и сущность. Это означено тем, что Святой Иоанн увидел ее, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Это все тот же зверь, выходящий из бездны. Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. Это дракон, давший силу свою, престол свою и великую власть Антихристу. То есть это дьявол и сатана. На нем сидит жена-блудница. С ним она в самом теснейшем контакте. Сидит она на звере багряном. Сатана назван здесь зверем багряным, как облаченный в царскую багряницу, как царь царей земных, как осуществлявший через семь земных царств свое царство на земле. Вельзевул князь бесовский, князь господствующий в воздухе, правитель мира, правителей тьмы века сего. С другой стороны, багряный свет зверя означает и то, что он обогрен кровью святых и мучеников, и вообще людей, ибо он был человекоубийцей от начала. Далее о звере сказано, как о преисполненном именами богохульными, ибо он богохульник в собственном смысле. Он восстал на Бога и увлек за собой множество ангелов и людей. Он научил их хулить Бога. Сам преисполненный именами богохульными, то есть исполненный богохульством, до предела и даже более. Он и семи головам своим, то есть своим семи царствам на земле, сообщил имена богохульные. Подробнее о семи царствах, стихи 9-11, и десятью рогами оснащен звер-дьявол. Описав зверя, святой Иоанн начинает описывать вид жены-блудницы, сидящей на нем. Жена-блудница вполне соответствовала своим видам тому, на ком она сидела. И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Все одеяние блудницы указывает на царскую и гордую роскошь, является символом ее самодержавия над всеми народами. Это и указание на несметное богатство города-блудницы. Его будут населять подобные тому человеку, который был богат, одевался в порфиру и весь сон, и каждый день пиршествовал блистательно. На багряном звере, жена обличенная в багреницу, это означает, что царскую власть над всеми народами и богатство город плачут от сатаны. Зверя, на котором сидит. Богатство и царская власть над народами древних Вавилона и Рима были провозами богатства и царской власти великого города-блудницы кончины века. И держала жена-блудница золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Как и золотой чаши будет этот город пить и впитывать в себя все мерзости и нечистоты, и напаять ими все народы. Чашей означена сладость лукавых дел перед испитием их. А то, что чаша золотая, означает богатство, роскошь и многоценность, с которыми сопрягаются лукавые дела. Чаша мерзости-блудницы – это крайнее развращение общества к кончине века. О человеке последнего времени можно будет правомерно сказать слова, сказанные Элиуэм об Иове. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как в воду, вступает в сообщество, сделающее им беззаконие, и ходит с людьми нечистивыми? Как перед потопом водяное. Люди ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Люди великого города будут беспечно пить мерзости из золотой чаши блудодеяний. Но вот последний праведник вступит в спасительный ковчег в церкви, и тогда и зальется на Вавилон огненный дождь, и блудница будет сожжена огнем. Но это будет... А пока чаша мерзости подносится к кустам, сверкает золото, в греховном увеселении забыто все, и на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Этим завершается описание внешнего вида блудницы. На челе отражается внутреннее существо человека. Об этом говорит и само слово «человек». Так, у 144 тысяч девственников имя Отца Небесного написано на челах, а также в вечности будет написано имя Бога и Христа на всех побеждающих лукавого в этом мире. Так же и на челе блудницы написано имя, отражающее существо и характер. По характеру человека и произошли многие имена. Так, например, Иаков, запинатель, Виктор, победитель, Геннадий, благородный. Об этом имени сказано тайно, то есть оно не раскрыто и несет в себе таинственный и значительный смысл. Прежде явного обнаружения этого великого города, никто не может точно указать его название. Оно скрыто, как и скрыто имя самого Антихриста, а дано только мистическое число его имени, 666. Семнадцатая стих пятый И как об Антихристе дано число имени его, так город-блудница таинственно символически назван Вавилон. Смешение. Город-блудница сидит на водах многих. В нем будет смешение всех народов и культур, и в свою очередь под его знаменем смешаются многие народы, племена, языки и государства. Вавилон это будет полное смешение человека с миром греха и беззакония, духовное блудодеяние. Люди смешиваются с грехом и станут с ним одной плотью. То, что это мерзкое имя написано на челе блудницы, означает ее бесстыдство, цинизм, ибо мерзости уже не скрываются, но как бы торжественно пьются из чаши. Это означает и то, что грех и беззаконие достигли в этом городе своей полноты, как о древнем Иерусалиме было сказано пророкам Иеремии. Ты со многими любовниками блудодействовала, у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. 3.1 Не только сам будет Вавилон упиваться мерзостями и блудодейством, но будет он и мать блудницам и мерзостям земным. Этот великий город кончины века прострет свое влияние на многие народы и города, и все они от него научатся богоборству, разврату и всем мерзостям земным. Этот город будет как рассадник заразы по всему миру. Эта блудница станет матерью и породит еще много блудниц, подобных себе. Города и народы отвернутся от Бога и блудно прилепятся к мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. 17.6 Это довершительная характеристика жены-блудницы. Она упивалась не только из чаши, исполненной мерзостями и нечистотами блудодейства, но и кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Великий город кончины века будет городом-гонителем христиан. Жена-блудница восстанет на жену церковь, на невесту Христову. Площади и улицы этого города будут упоены кровью христиан. Так в великом гонении окончит церковь свой земной путь. А разумея блудницу, как вообще воплощение царства сатаны на земле, можно здесь усматривать указания на гонения, которые в различные времена различные цари учиняли на христианскую церковь и ее верных свидетелей. Под святыми, кровью которых была упоена блудница, можно разуметь всех вообще христиан, претерпевших мученичество в великом городе Вавилоне. Свидетели Иисусовы – это уже избранные из святых христиан, мужественнейшие свидетели и проповедники Христовы, особо подвязавшиеся в исповедании веры и благовестии. Сон этих свидетелей будет венчаться двумя свидетелями Христовы – пророками Ильей и Енохом. Все это видение и особенно вид жены блудницы и ее мерзости весьма удивило и изумил святого тайнозрителя. И видя ее, блудницу, удивился удивлением великим. Но тайна великой блудницы не должна была остаться скрытой от святого Иоанна. И вот он пишет далее. Итак, сам ангел дает святому Иоанну толкование видения великой блудницы, сидящей на звере. Это толкование и записано в 17.8. «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну», – говорит ангел с готовностью все объяснить святому тайнозрителю. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Ангел не называет прямо, кто показан в виде зверя, но говорит о нем, что он был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. А это ясно указывает на сатану. Подобным образом апокалипсис и в других местах показывает образ дьявола. В 9.2 мы видели Аполеона, ангела бездны, царя Саранчи, бесов, выпущенного из кладезя бездны со всей своей силой. Или в 11.7 – это зверь, выходящий из бездны, чтобы сразиться с двумя пророками кончины века и установить свое царство на 3,5 года. В 13.2 – это дракон, дающий свою силу, престолу, власть Антихристу. То, что он был и нет его, и выйдет из бездны, соответствует получению одной из голов смертельной раны и исцеления ее. В 20.2 мы видим, как сатана сковывается, запечатывается на много лет в бездну и в кончину века освобождается на малое время. То, что сатана был, означает, что он был властелином мира до пришествия Христова в мир. Был князем века сего и осуществлял свое царство над людьми через идолопоклонство, когда люди, поклоняясь идолам, фактически поклонялись ему. 1 Коринфянам 10.20 Ну вот приходит Христос, поражает сатану своим крестом, запечатывает в бездну, и нет его. Гаснут идольские капища, побеждает христианство, царствует Христос в церкви и через церковь над миром. Иоанна 12.31, Марка 16.17 Однако в кончину века на малое время, три с половиной года, Христос отпустит сатану, он выйдет из бездны и снова установит свою власть на земле через Антихриста. Но недолго этому быть, и пойдет в погибель. Будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверил же пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это будет огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, в который они пойдут в день страшного суда. Когда в лице Антихриста сатана снова утвердит свое царство на земле, то удивятся из живущих на земле. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Сколь непривычен мир греху, но удивится тому, что будет творить Антихрист. Мир удивится возрождению и возобновлению тех грехов, которые были во времена варварства, идолопоклонства, и вдруг возобновятся в новом блеске в цивилизованном мире кончине века. Давно забытое выйдет из бездны, и силой овладеет умами людей. Уничтоженное христианством снова явится из бездны, и люди восплещут руками. Предшествующее этому явлению мы уже видим сейчас. Многие современные явления – это как дым из кладезя бездны, предваряющие высвобождение самого сатаны с его нечистой силой. Например, спортивные олимпиады и зрелища. Они были распространены в физическом мире, древней Греции и Рима, и были побеждены и отменены христианством, как малополезные, нечестивые и греховные. Взор людей поднялся к небу, и их ноги поспешили не на Олимп, а в Колизей, и в монастыри и пустынные места, переводящие с земли на небо. Теперь же снова возродилось языческое нечестие, и миллионы, если не миллиарды людей, с удивлением и рукоплесканием устроили свои взоры, устремили на исцелевшую рану, на зрелище, олимпиады и прочее. Чуть ли не весь мир замирает у экранов и в зрелищных домах и стадионах, следя за очередными международными играми или за новой звездой кино и театра, или вот другое. Языкник Навухнаносор, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Даниила 4, 26. «Когда победило христианство, то стало славить и величить не себя, но Бога. Если люди, не исполнившиеся евангельского духа, и продолжали стремиться к самопрославлению, но церковь славила Бога. И величественнейшие свои постройки христиане строили не в свою славу, но Божию. Не себе посвящали, а Пресвятой Троице, Спасителю Богородицы Святым. Все должно было устремлять ум к небесам, им воздавать славу, честь и поклонение». Теперь же все более и более снова начинаются строиться не храмы, а башни Вавилонские. Не Богу славу возвещают, а себе, своим кумирам, своим достижениям. Потихоньку заживает смертельная рана, приближается открытие кладезя бездны. Но всему этому удивятся не все, а только те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Верующие не будут удивляться и ужасаться, ибо знают, что всему этому надлежит быть. Живя в этом мире, они не от этого мира. Увидев пришествие в мир Антихриста, они будут знать, что близок конец, ибо учил Христос, «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето, так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Это о тайне предопределения Божия. Неверно понимал реформатор Иоанн Кальвин, и за ним его последователи, кальвинисты-реформаты, что каждому человеку от начала мира предопределенно либо спастись, либо погибнуть, а потому человек в этом не свободен. Спасение от него и не зависит, но исключительно лишь от промысла Божия. Ключом к православному пониманию предопределения спасения могут быть слова апостола Павла, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. То есть предопределению Божию предшествует предъедение Божие. Человек имеет свободную волю. Он волен выбрать путь жизни или смерти. Но Бог, дав человеку эту свободу, как всеведущий, уже предвечно знал, что выберет человек, но выбирает человек, а не назначает Богу. А раз он наперед знает, как поступит человек, то он наперед уже определяет его к спасению или погибели, и предуготовляет одним то, а другим другое. При этом, однако, свобода человека никак не нарушается. Но, будучи свободен выбрать спасение, человек не в силах его достичь, и нуждается для этого в благодати Божией. А, впрочем, предопределение и свобода выбора являются собой антиномию, синтез тезиса и антитезиса, и не могут быть до конца осмыслены разумом, но воспринимаются верою. Хотя и сама свобода воли, данная каждому человеку, должна рассматриваться как благодатный дар Божий. Здесь ум, имеющий мудрость. 17.9 Сравни 13.18 Где подобные слова сказаны о тайне числа имени Антихристова. Этими словами святой Иоанн подчеркивает, что для разумения описываемого необходимо особое внимание и напряжение ума, особая духовная мудрость. Этими словами указывается также, что в являемом образе скрыта особая тайна. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Этими словами ангел хочет немного приоткрыть тайну, о каком городе, собственно, идет речь. Город не называется, но указывается, что он будет расположен на семи горах, или семи холмах. О том, какой именно это будет город, существует различное мнение, иные, разумеет буквально, город Вавилон. Об особой роли этого города в боговраждебной деятельности, Сатаны, смотри, 9, 14, 16, 12. Здесь началось царство первого в мире мучителя, тирана, немрода, бытие 10, 9. Здесь люди пожелали воздвигнуть башню до небес. Здесь Бог смешал языки, и отсюда расселись все народы и племена. Здесь была столица халдейского царя Навуходоносора, ленившего иудеев. Здесь столица Персии. В христианское время в этих местах оплот мусульманства, отвергшего Христа Спасителя, враждовавшего с христианством. Не могло удержать седло поклонства. Тогда Сатана, хотя и дозволяет поклонять всеединому живому Богу, но уводит от Христа, а значит, от спасения. Но и тут искажает. Лагим заменяет на Илаа, Аллах, то есть отвергает Пресвятую Троицу. Древние святые отцы в основном разумели под Вавилоном город Рим. Так и апостол Петр именует Рим Вавилоном. 1 Петра 5.13 Так понимал слова апостола Петра, 1 Петра 5.13, Святой Андрей Кесарийский. Так писал восточный учитель Дидим. «Ягда бех рече в Вавилоне, сиричу Риме, и порфороносная блудница, обретахся житель». Рим действительно был основан на семи холмах. Капитолийский, Палатинский, Кверинальский, Лапаранский, Авентинский, Витанальский и Эсквилинский. Тысячи лет Рим был столицей государства, стремившейся уже с последних веков до Рождества Христова к мировому господству. Рим же был и главным противником христианства в первых веках. Но если Рим был столицей язычества, то интересно, что из первых же веков римская кафедра была первенствующей в христианской церкви. Так уже святой Ириней Леонский II век пишет «Величайшая, древнейшая и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме, двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом. Ибо по необходимости с этой церковью, по ее преимущественной важности, согласуется всякая церковь, то есть повсюду верующая. Против шристиан 3.3 После разделения церквей Рим стал столицей западного христианства и фактически утвердил на долгие века и духовную, и государственную, это поистине вечную монополию в западных странах. Возможно, что в кончину века этот город снова возвысится до мирового господства, как разумели древние отцы. Или же древний Рим был прообразом того города на семи горах, которые возвысятся в последнее время. Интересно отметить, что и так называемый Второй Рим Константинополь, первенствующий город восточного христианства, также стоит на семи холмах, почему и называется по-гречески «Эпталофос», что значит «семи холмия». Так что некоторые даже разумели под Вавилоном Константинополь. Что же разумеет под Вавилоном Третий Рим? Этого толкования придерживается и Энгельс в своей работе. В 15 веке на Руси возникло учение о Москве, как о Третьем Риме. Так преподобный Иосиф Володский, 1440-1515 год, один из возглавителей русского иночества, был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного московского государства. Этому также особенно способствовали святители Алексей Митрополит Московский, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Иосиф Володский. Был один из вдохновителей учения русской церкви как преемницы и носительницы древнего вселенского благочестия. «Русская земля ныне благочестием всех одоле». Идеи преподобного Иосифа, имевшие огромное историческое значение, были развиты позже его учениками и последователями. Из них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме, старец Псковского Спаса-Илиазарова монастыря, Филофей. Два уборима подоша, а третий стоит, а четвертому не быти. Известно также, что Москва – град Семихолмовый. Смотри об этом настольная книга священнослужителя, том 2, страница 197, Москва, 78-й год, издание Московской Патриархии. Этой сноской не утверждается, что Москва будет великой блудницей. Такого рода утверждения подстать разве лишь пророком? Столицу Гога – князя Роша, Мишеха и Фувала в земле Магог. Это город на семи холмах, столица народа от краев севера. Это северный народ во главе со многими народами двинется через высохший Ефрат войной на Израиль, но найдет себе там место для могилы. Земля же Магога, столица ее великой блудницы, будет сожжена огнем. Смотри из Икиля 38-й и 39-й главы. Семь голов зверя имеют двойное значение и означает по словам ангела не только семь гор, на которых будет великий город, «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель». Некоторые толкователи, считающие, что Апокалипсис был написан до разрушения Иерусалима и отражает собой события современные святому Иоанну, понимает это так. Пять царей, которые уже пали, то есть умерли, это Август, 27-й год Рождества Христова, Тиберий, 14-й, 37-й, Каллигула, 37-й, 41-й, Клавдий, 41-й, 54-й, Нерон, 54-й, 68-й, шестой царь, который есть, то есть во время которого святой Иоанн писал Апокалипсис, это Гальба, 68-й, 69-й, восьмым царем должен быть Нерон, который по верованиям народа снова вернется на престол. Эти же толкователи указывают на то, что в числу 666 соответствует Нерон Кесарь. Нельзя отрицать, что события и люди того времени послужили прообразом для событий людей кончины века, но нельзя и утверждать большего. Считать это точным толкованием нельзя по следующим причинам. Нерон так и не явился ни седьмым, ни восьмым царем. Бога Духновенность Апокалипсиса засвидетельствована святой церковью, а значит ошибок в нем быть не может. Мнение, что Апокалипсис написан до разрушения Иерусалима, есть мнение новейшее, неподтверждаемое древнейшими свидетельствами и не имеющее достаточных оснований. За основание берут слова в 17 главе 10 стих, но эти слова может толковать иначе, да и нужно, если признавать Бога Духновенность Апокалипсиса. То, что в Апокалипсисе нет указаний на разрушение Иерусалима, а значит его еще и не было, но это не основание. Святой Иоанн мог и по другим причинам этого не упомянуть. Его целью было описать не совершенное событие, а грядущее. Сильное различие в языке Апокалипсиса и Евангелия. В Апокалипсисе сильен еврейский колорит греческого языка, а в Евангелии его нет. Но это можно объяснить и иначе. Во-первых, еврейский колорит языка Апокалипсиса вызван особенностью формы и содержания Апокалипсиса в сравнении с Евангелием. К тому же один, два года деятельного служения апостолов среди греческого населения Ефеса могли быть вполне достаточными для совершенного владения греческим языком. Таким образом, нет никаких оснований предполагать раннее происхождение Апокалипсиса. Церковное же предание относит написание Апокалипсиса к 95-96 годам. Об этом есть определенное свидетельство святого Ирине Ильонского, бывшего учеником святого Поликарпа Смирского, бывшего в свою очередь учеником святого апостола Иоанна Богослова. Святой Ирине пишет, «Откровение было не задолго до нашего времени, но почти в наш век, под конец царствования Домициана против Ереси». Домициан царствовал в 81-96 годах. Свято-отеческое же понимание семи царей уже рассмотрено нами в 13.1. Смотри также и схему. Это семь царств, через которые сатана устанавливал свое царство на земле. Пять из них было до святого Иоанна. Это богоборческие идолопоклоннические державы древности. Шестое царство было при жизни святого Иоанна, то есть римское царство. Седьмому царству еще надлежало быть. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Под этим зверем Инея понимает Антихриста и его царство. Оно будет восьмое, после семи предваряющих его мировых держав. Антихрист из числа семи. То есть из этих держав выйдет его держава. И в его царстве будет все богомерзкое из предыдущих семи царств. Царство Антихриста будет достойным венцом предыдущих сатанинских царств. По окончании своего царствования Антихрист пойдет в погибель. Вечные муки, гиены огненные. Но тогда остается вопрос, кто есть седьмой царь, который во время святого Иоанна еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. На этот вопрос считающим, что Антихристово царство будет восьмым, ответить трудно. Указывает на славяна и германские государства, но ведь их царство продлилось уже дольше, даже языческого, римского царства. У всех шести языческих царств в древности говорить, что их существование недолго в сравнении с вечности не имеет основания в самом тексте, и во сравнении ведь проведено с длительностью предыдущих царств. К тому же седьмой царь здесь представлен как голова зверя, то есть через него сатана устанавливает свое царство на земле. Славяно-германские же государства были христианскими, через них-то как раз не сатана, а Христос устанавливал свое царство на земле. Считать, что будет какой-то богоборческий царь перед пришествием Антихриста нет никакого основания ни в других местах Священного Писания, ни в Писаниях Святых Отцов. Наоборот, всегда и везде указывается, что через крест Христов сатана сковывается и заключается в бездну, а выпущен будет в кончину века на малое время, установив царство Антихриста и пойдет в погибель. Более соответствующим является такое толкование. Пять царей – это пять богоборческих и долпоклонческих царств до времен апостола. Шестое царство было при нем, это языческий Рим. И вот этой главе наносится крестом смертельная рана. Сатаны нет, он в бездне, а на земле утверждается на много лет царство Христово. В кончину века рана исцелела, является седьмой царь Антихрист, утверждая снова царство сатаны. Но не дал недолго ему быть, так как если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. И придет Христос на страшный суд. Зверь, который был и которого нет, есть сам Сатана, а не Антихрист. То, что таким образом представляется именно сам Сатана, мы уже видели во многих местах Апокалипсиса. Зверь этот назван восьмым, но не сказано о нем, что он будет после седьмого, а сказано, что он из числа семи. Кто может быть восьмой из семи? Не означает ли число семь, что восьмого нет? Среди семи предметов невозможно указать восьмой предмет. Смысл здесь таинственный. Сатана восьмой. Этим подчеркивается, что все семь царей, в том числе и Антихрист, не являются самими Сатаной, а не люди. Но Сатана из их числа, то есть он был и действовал в каждом из них, через них устанавливал свое царство на земле. И когда седьмой царь, Антихрист будет низложен Христом через его славное второе пришествие, то Сатана, бывший во всех семи царях, и особенно в седьмом, пойдет в погибель на вечные муки. И десять рогов, которые ты видел, объясняет далее ангел святому Иоанну, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Эти цари несравнимы с теми семью царями, означенными через семь голов зверя. Семнадцать двенадцать. Это не будет подобное тем сатанинским мировым державам. Это будет десять царей десяти государств, непосредственно предваряющие установление царства Антихриста и его подготавливающие. То, что эти цари означены в виде десяти рогов, означает их власть и воинственность. Видеть под этими десятью рогами римских префектов, варварские народы, которые противились распространению христианства и любые другие события прошлой истории человечества неправомерно. Так как об этих царях сказано, что они примут власть со зверем и далее они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть они будут непосредственно перед приходом Антихриста и ему подчиняться. С ним объединяться и ему будут служить. Об этих десяти царях было и откровение пророку Даниилу. Так десять пальцев ног истукана, явленного во сне Навуходоносору, преобразовали этих царей. Рассмотрение истукана с головы до пальцев ног показывало всю историю от Навуходоносора до кончины века. Также указывает на этих десяти царей и десять рогов четвертого зверя в видении Даниила. Седьмая глава. Появление одиннадцатого рога прообразует пришествие Антихриста. О десяти рогах, которые были на голове у него четвертого зверя и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали три. Об этом он, ангел сказал, десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. царей. Даниил подробнее описывает, что когда придет Антихрист, то не просто так его примут, это десять царей, но троих из них он должен будет уничтожить. Святой Ипполит римский даже называет этих трех царей, и три цари убьют гневом египетского, ливийского и эфиопского. Если же мы в Апокалипсисе видим, что все десять царей примут власть со зверем, то это можно разуметь так, что после того, как Антихрист уничтожит трех царей, то их преемники уже подчинятся ему, и будут иметь одни мысли с ним. То, что это десять царей примут власть как цари на один час, означает краткосрочность их правления. пишет, что или имеется ввиду кротость, краткость времени, или одна часть города, то есть трехмесячный оборот солнца, после которого они покорятся Антихристу. Они имеют одни мысли со зверем, то есть и религиозно, нравственно, и культурно, и политическое состояние этих десяти государств будет уже вполне соответствовать той программе, которая будет объявлена миру Антихристом. Они всецело ему подчинятся и объединятся с ним в богомерзких деяниях. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Так и эти десять царей всецело будут служить одному господину своему Антихристу. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные». Антихрист вместе с этими десятью царями будет вести брань с Агнцем, устроит великое гонение на церковь, на христиан и против всего святого. Будут хулить Бога и требовать поклонения только самому Антихристу. В 13.7 мы видели ту внешнюю победу, которую Антихрист со своими приверженцами одержит над христианами. Здесь же указывается, что Агнец победит их. Это будет в явлении Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Этому божественному Агнцу сказал Бог, святил одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Конечная победа будет за Христом. Законный Агнец победит своих распинателей, когда господствующие и цари воздвигли брань на Христа, то забыли, что и над ними есть Господь и есть царь. А потому, как бы они не бушевали, все одно их конец погибель, ибо ему дана всякая власть на небе и на земле. Он Господь и царь, поэтому и те, которые с ним суть званые в небесное царство и избранные от земли, наследуют спасение и верные тому, чье имя верный. Какое блаженство быть с ним, да будем мы всегда с ним, и да соделаемся участниками его славной победы над миром греха. Важно отметить, что святой Иоанн записал именно такие слова «Будут вести брань с Агнцем, не с христианами, а с Агнцем, так и гонителю Саулу Христос не сказал «Саул, Саул, что ты гонишь моих учеников?» но сказал «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Поднимающиеся на христиан, на церковь, на святыни, не с людьми борются, а с самим Богом, с Духом Божиим, который в его чадах и в его церкви, восстающие на его учение и на святыню, на него самого восстают. О, если бы люди разумели, с кем ведут брань, какое страшное надлежит им претерпеть поражение!» Святой Иоанн продолжает далее записывать толкование видения ангелам. Теперь объяснит значение зверя ангел, переходит к объяснению того, кто есть великая блудница. «И говорит мне Иоанну ангел, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». В стихе первом мы уже видели, что это означает господство и развращающее влияние на многие народы и страны, которые будут оказывать великая блудница Вавилон, город нечестия и разврата. О том, что многие народы объединятся под знаменем этого великого города и во главе с его князем пойдут войной на Израиль, свидетельствует пророк Иезекииль 38.9-39.4. В расплевающем влияние этого города на царей земных разных стран читаем, это будет и важный центр всемирной торговли, 17.2-18.9. Так на многих водах воссела блудница и десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. 17.6-17. Здесь повествуется о еще одном событии, связанном с десятью царями, показанном в виде сети рогов. Мы уже видели, что это десять царей подчинились антихристу, приняли с ним власть и имеем с ним одни мысли. И вот теперь сказано, что сии возненавид блудницу, великий город кончины века, бывший средоточеем всех мерзости и нечестия. Как это понимать? Дело в том, что надо различать город, где восяет Антихрист и Вавилон. Мы рассмотрели свидетельство Священного Писания и Святых Отцов, что Антихрист восяет в Иерусалиме, там будет его храм. Вавилон же – это совсем другой великий город, который будет средоточен нечестия и мерзости антихристовых. Антихрист будет добиваться поклонения только себе лично. Ничто иное не должно развиваться великим, кроме его самого. И вот потому великая блудница будет возненавидена. И разорят ее десять царей, подчиненных Антихристу. Как был разорен Древний Рим варварами в 476 году, как был разорен Второй Рим Константинополь турками-османами в 1453 году, так будет и разорен Вавилон, великая блудница, десятью царями. Это будет начало конца, прелюдия страшного суда. И обнажат великую блудницу. Сброшено будет Порфиро и Багреница, отняты сокровища и богатства. Померкнет блеск, предстанет город во всей своей постыдной срамоте. Мир увидит истинное лицо этого города, которым столь восхищались и превозносились. И вот когда ныне ходишь по улицам великих городов, видишь их блеск, красоту, величие, то невольно подумаешь, что откроется, когда все это внешнее будет сдернуто, когда обнажится город, когда исчезнет внешний блеск и все условности, открывающие бездны, мерзости и беззаконии. Но не ограничатся там десять царей тем, что разорят и обнажив, опозорят город блудницу, они плоть ее съедят, как хищные звери, а разграбив и пожав ее, что нужно, можно сожгут ее в огне. Неразвалины останутся, а только пепел от них будет подниматься ветром, и развиваем ими по миру. В наш атомный век такие катастрофы уже вполне представимы. Не бывает, поругаем Бога. Долго терпел он великую блудницу, но вот Бог положил им, десяти царям, на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю. Так и в кошмарных событиях антихристово-времени Бог будет осуществлять свою волю. Он попустит на короткое время, как бы на один час, всю власть над миром отдать зверю, сатане. Вавилон будет разрушен десятью царями, а их царство будет отдано зверю. Сатана хотел быть владыкой мира, единым и полновластным. Он им и будет. Он достигнет своего на один час, чтобы потом претерпеть вечное крушение. Все царство над миром будет отдано зверю, сатане. Доколе не исполнятся слова Божии, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Будет в кончину века сатана иметь власть, пока не исполнится до малейшего все слова Божии, реченной через святых и пророков, и тогда придет конец. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Эти слова уже были многократно разъяснены по ходу рассмотрения всей главы. Интересно еще отметить, что слова «царствующие» здесь стоят в настоящем времени. В этом можно либо усматривать указание на то, что речь идет о городе, царствующем во время святого Иоанна, то есть о Риме, либо же Рим, только про образ. А царствование города в настоящем времени. Надо относить не ко времени написания апокалипсиса, а к видению. То есть в видении город видится святому Иоанну уже царствующим, как и многие другие грядущие события. Он видел как бы уже происходящими. Глава восемнадцатая Падение Вавилона «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его». Восемнадцать один Словами «После сего» разделяется предыдущее видение великой блудницы на звере от видения падения Вавилона. Святой Иоанн увидел иного ангела, то есть уже не того, что в семнадцать один, который был одним из имеющих семь чаш, этот ангел другой. Его, как и ангела в десять один, святой Иоанн видит сходящего с неба. Но дальнейшими атрибутами он отличается от того ангела. Как сходящий с неба ангел является особым посланником небес, имеющим важную весть для людей Земли. Это один из высших ангельских чинов, так как о нем сказано, что он имеет власть великую, и при его явлении земля светилась от славы его. Столь славны небеса, что от одного их посланника освящается вся земля. Считать, что подобная слава и власть приличествует только самому Господу Иисусу Христу, нет никаких оснований. Ибо для возвещения столь великой вести, как падение Вавилона, знаменующей начало конца, посылается и великий ангел. Так и при втором пришествии Господь пошлет ангелов своих струбою громогласною. Что этот ангел не Господь видно из того, что в стихе четвертом голос Господа назван иным по отношению к голосу этого ангела. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистоты и отвратительной птице!» Итак, третий раз, и уже третьим ангелом возвещается падение Вавилона, великого города и великой блудницы. Непременно и ужасно все это будет. Грехи Вавилонской башни достигнут небес, и она будет низвержена. Прообразом падения Вавилона, кончины века, было падение древнего халдейского Вавилона, о котором тоже было возвещено. Пал! Пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые! Исайя 21.9 Итак, город цветущей антихристианской цивилизации сделался «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице!» Святой Андрей Кисарийский так об этом пишет. «По Божьему домостроительствам, освобождающему людей от вреда и по собственному человеку ненавидению как зверям, так и нечистым духам, свойственно стремление в пустыне. Места руины развалин, места опустошенные и разрушенные, оставленные людьми и Богом, становятся жилищем и пристанищем, как нечистых животных и птиц, так и нечистых духов. Такие места являются стихией нечистых сил, как бесплотных, так и материальных. Вавилон будет грудой развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей, говорит пророк Иеремия. 51.37 Исаи так пишет об этом же. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровергнут Богом, будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в усилительных домах». 13.19 Об этой разоренной земле сказано, и завладеют ею пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней вервь, разорение и отвес уничтожения, и зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой, Исайя 34, 11, Иеремия 50, 39, Афония 2, 14, а пребывание нечистой силы в пустынных местах учил и сам Господь, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам ища покоя и не находит, а весноватый исцеленный Иисусом был гоним бесом в пустыне. Вот в какое страшное зрелище превратится Вавилон краса царств, гордость цивилизованного человечества. Далее ангел поясняет, почему Вавилон великую блудницу постигла такая участь. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы и цари земные любодействовали с нею. 18, 3, причина та же самая, что и указано в 14.8. Расплевающее, развращающее влияние на политику, нравы и религию всех народов. Еще здесь особо отмечается экономическая роль города блудницы. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Великий Вавилон центр мировой торговли. Через него обогащались все страны. От великой роскоши этого города разбогатели города из страны всего мира. И вот все рухнуло. Ибо из-за обретения земных богатств люди забыли о небесных. Господь говорил, что подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. жемчужинам неба в забвении, и купцы земные устремились к жемчужинам земным. До поры, до времени Господь взирал на все это, но вот положил конец. Пал Вавилон. Душа, ищешь ли ты хороших жемчужин небесного Иерусалима, или ты купец земной, богатеющий от великой роскоши Вавилона? И услышал я иной голос неба говорящий, выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать нам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. После ангельской вести о падении Вавилона блудница услышал святой Иоанн иной голос неба говорящий. О том, кому принадлежал этот голос, можно судить из сказанных им слов к христианам «Народ мой». Из этого обращения видно, что говорит никто иной, как сам Господь Иисус Христос, ибо только Он, а не ангел или еще кто, имеет право назвать христиан народом Своим. К чему же призывает Господь чад своих? «Выйди от нее», от Вавилона блудницы, «Народ мой». И сделать это надо непременно по двум причинам, чтобы не участвовать нам в грехах ее. Положение в этом великом городе будет таково, что невозможно будет жить в нем и не участвовать в его грехах. Невозможно будет жить самому себе, необходимо будет обязательно участвовать в греховной общественной жизни города. Не имея печати Антихриста, невозможно будет ни купить, ни продать что-либо, ни участвовать в чем-нибудь. Возможность такого общества подготавливается уже теперь. Мы видим, что человек все менее и менее предоставлен сам себе. Все менее он имеет возможность сам определять свою жизнь. Человек член определенного общества и может жить образуясь понятиями нравами и обычаями этого общества. Причем со временем все более растет обязательное участие каждого человека в грехах общества. Ложно и обманчива мысль быть участником греховного общества, но не участвовать в его грехах. Такой мыслью лукавый вовлекает простодушных в свои сети. Правильный выход может быть только один «Выйди от нее, народ мой!» До самых последних времен христиане еще будут жить в великом городе Вавилоне. В нем будет проливаться их кровь за исповедание веры. Но настанет момент, когда уже невозможно будет оставаться в городе, не участвуя в его грехах, и верные Христу оставят его. Вторая причина выхода из Вавилона блудницы, чтобы не подвергнуться язвам ее. Господь накажет город греха и разврата, но он не желает вместе с нечестивыми погубить и праведных. Как некогда выведен был праведный лод семейством из города преданного осуждению, так будет выведены праведные из Вавилона, имеющего погибнуть. Ветхий Завет предлагает нам и другие подобия. Так Моисей сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, корея дофана Верона, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во грехах их. Или вот другое сравнение, когда вывел Моисей народ из стана в встретение Богу и стали у подошвы горы исход 19-17, чтобы вступить в завет с Богом. Через пророков Исаии Иеремии призвал Господь свой народ выйти из халдейского Вавилона. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев. Исайя 48-20, идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя носящие сосуды Господни, ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждой душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева Господа. Иеремия 58, 51, 6. Так и в качину века прозвучал глаз Господа «Выйди от нее, народ мой!» И выйдут верные из Вавилона, а нечестивые останутся в своем нечестии и внезапно постигнет их пагуба. Интересно еще немного остановиться на излюбленном сектантском употреблении этих слов. «Выйди от нее, народ мой!» Сектанты и раскольники самых разных толков образовывают свое общество под лозунгом этих слов. Реформаторам 16 века показалось, что католическая церковь блудница, и они возглавляют выход народа Божия, каким они его считают, из нее. Но вот и образовавшееся протестантское общество кажется иным блудницей. И выходит народ пуритане, баптисты, методисты, но вот и они уже не то, и выходят адвентисты, яговисты, пятьдесятники, совершенники. Под этим же лозунгом происходит расколы внутри сект. Например, выход братских менонитов от церковных 1860 или недавний начало 1960 годов выход баптистов инициативников от евангельских христиан баптистов и этому выходу народа Божия не с конца. Любят при этом еще приводить слова апостола Павла «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием? И потому выйдите из среды и их отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». 2 Коринстам 6 14 Здесь мы имеем явный пример злоупотребления священным писанием сектантами. Во всем священном Писании нет ни одного слова, хотя бы косвенно призывающего к церковному расколу, к выходу из мирской церкви, к воссозданию духовной. Наоборот, Писание ясно учит, что одно тело церковь и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, и эта единая церковь вечно и врата ада не одолеют ее. Ни одно место священного писания о выходе не говорит о выходе из церкви, ни Ветхозаветней, ни Новозаветней. Выйти призывается народ Божий из гибнущих городов Содома и Гаморры, из Египта, от святотатцев, Корея дофана и Аверона, из Халдейского Вавилона, от неверующих и идлопоклонников, из антихристово города Вавилона, но нигде из церкви. Об отделяющихся же от церковного единства ясно говорит Господь. Ветви не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. А апостол Иоанн уже после написания апокалипсиса так пишет о них. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Далее поясняется, почему Вавилон блудница должна быть наказана, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Строители Вавилона хотели построить себе башню высотой до небес, это им не удалось, но им удалось воздвигнуть башню грехов, достигшую неба. От древних строителей Вавилона или дослуг антихристовых, Бог как бы все терпел неправду нечестивых царств всех семи, но вот наконец Бог воспоминал неправды Вавилона, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Иеремия 51.9 Кончилось долготерпение Божие, настало время праведного гнева и суда. Тот же голос Господа продолжает далее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и раскошествовала. Сколько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. 18.6 Господь призывает воздаяние на город блудницу, но к кому он обращается совершить это воздаяние, решить трудно. Либо он обращается к неповинным, чтобы они наказали своих мучителей, либо это обращение к наказующим ангелам, которые принимают обиды, причиненные своим сарабам христианам, как бы причиненные самим себе, либо обращение к десяти царям, которые возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут в огне. Наказание соразмерно с преступлением, воздайте ей так, как и она воздала вам. В этом божественная справедливость, которая все-таки в конце концов победит. И никто не сможет сказать, что наказаны более, нежели заслужил, как и никто не может избежать возмездия за то, что совершил греховного. Но вот далее следует еще усугубление наказания. И вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. О сугубом воздаянии за грех говорит и редкий завет. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своего вдвое. Исход 22.9. Как же это согласовать с справедливостью? Да. Именно этого и требует справедливость, как и здесь сказано. И вдвое воздайте ей по делам ее. Истинный суд по делам и должен воздавать сугубо. Объясним на примерах. Вор украл у человека сто рублей. Только ли на сто рублей нанес ущерб пострадавшему? Нет. Человек не просто потерял сто рублей, но весьма расстроился и огорчился. Ему необходимо было купить вещь, которую он долго искал. И вот наконец предоставилась возможность. Если ему потом возместят сто рублей, то он все равно уже не сможет обрести то, что хотел. А из-за этого он лишается всего, что мог бы обрести с помощью той вещи. Таким образом, действительный ущерб гораздо более ста рублей или убийца. Виноват ли он только в прекращении жизни убитого? А разве он не виноват еще в слезах и безутешном горе матери убитого, в седине отца убитого, в безысходном горе жены оставшейся вдовой и всех тех нуждах, которые свалятся на ее плечи? Разве не виноват перед детьми, вырастающими без отца не получившими необходимого воспитания, а потому самих впадших в безнравственную жизнь? Или человек солгавший матери, разве он виноват в том, что сказал неправду? Разве не усугубляется его грех тем, что неправда сказана матери, давшей ему жизнь, скормившей и воспитавшей его? Разве он искупит свою вину одним только тем, что скажет ей потом правду? И так во всяком грехе. Виновность преступника больше его преступного дела, потому в двойном воздаянии по делам заключается неформальная, но истинная справедливость. Далее указывается конкретная вина города блудницы. Вино блудодеяния, которым город напаял, как из чаши все народы, превращается в двойное количество вина гнева Божия, который приготовляется теперь этому городу. Об этом так пишет пророк Аввакум. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоею, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, показывай срамоту, обратиться и к тебе чаша десницы Господней посрамления на главу твою, на славу твою. Аввакум 2.15 На слова приготовьте ей вдвое, святой Андрей Кисарийский дает несколько объяснений. Или потому, что грешники будут наказаны и в этой жизни, и в будущей, или потому, что мучаемы будут и душа, и тело, или потому, что грех наказывается не только внешним мучением, но более внутренним, заключающимся от совести. Далее еще иным образом небесный голос Господа поясняет меру наказания городу. Сколько славилась она, великая блудница, и роскоши стола, столько воздайте ей мучений и горести, сколько было славы и роскоши, которыми город прельщал все народы, столько воздадут ему мучений и горести, как высоко взлетишь, так низко и упадешь. В ослеплении самообольщении и безумной гордости она говорит в сердце своем, сижу царицую, я не вдова и не увижу горести. Это как псалмопевец Давыд описывает, я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. 29.7 Псалом А у пророка Сафонии о Неневе так сказано «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечный, говорящий в сердце своем, я и нет иного кроме меня. Как он стал разваленный, логовищем для зверей, всякий проходящий мимо него посвищет и махнет рукою». Сафония 2.15 Так же будет и с великим Вавилоном. Это еще похоже на того богатого человека в притче Господней, который говорит себе «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Гордая блудится видеть себя царицей, а не вдовой и говорит, что не увидит горести. О, как быстро и резко все изменится! Зато за безумную гордость и самонадеянность в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод и будется сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Много лет кичливо город красовал со своей роскошью и самонадеянно уверял, что не увидит горести. Трепетали перед ним все народы и вот в один день все это рухнет под ударами могучей десницы Господней, царица не чаявшего себя видеть вдовою. Под царем мужа можно разуметь антихриста, объявившего себя Богом. Вдруг оказалась блудницей, преступницей, ведомой на казнь. Далее перечисляются четыре казни, которые будут посланы на город. Смерть, которая совершенно опустошит прежде столь многолюдный город и превратит его в мировое кладбище. Плач, горько раздающийся на улицах, прежде оглашаемых безумной музыкой и смехом беспечных живущих людей. Голод, который сменит изобилие в торговом центре мира. И финал всех бедствий будет сожжена огнем. Как и ранее было сказано, что десять царей сожгут ее в огне. Вся краса царицы обратится в пепел и руины. Так будет наказана превозносившая себя великая блудница, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Никогда не забывай, человек, что силен Бог, имеющий судить тебя. Когда ты будешь себя чувствовать наиболее прочно, в один день ты потеряешь все. Ничего не утверждая предположительно, ход событий мы можем себе представить так. Под знаменем Вавилона, столицы северного народа, собирается множество народов мира. Они вместе с народами царей восточных переходят в высохший Ефрат и идут войной на Израиль, где в великой битве Армагеддон находят себе могилу. Так пожирает их антихрист, восседающий в Иерусалимском храме. А десять царей, верных антихристу, идут на город Вавилон и уничтожают его дотла. И когда поднимется дым от уничтожившего огня Вавилон, то восплачут люди о гибели великого города. Особый мистический ужас веет от катастроф, уничтожающих великие цивилизации. История знает такие события, как гибель первого мира в водах всемирного потопа, как разрушение Иерусалима Навуходоносором 587 год до Рождества Христова, а позднее римлянами 70-й год по Рождестве Христовым, как гибель Помпеи извержения от вулкана Везувия, 79-й год, как падение Рима 476-й год, и падение Константинополя 1453-й год, как атомные грибы над Хиросимой и Нагасаки 1945-й год. Все это как бы содрогание вулкана, который всю силу своего извержения брушит на Вавилон Антихристово Царство. Далее Святой Иоанн описывает плач над Вавилоном. Стихи 9-й 10-й плач царей, 11-й 17-й плач торговцев, с 17-й по 19-й плач мореплавателей. И своеобразным заключительным аккордом этого плача звучит торжество небес о падении Вавилона. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, горе, горе тебе великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. 18-й 9-й 10 Когда они видели город в огне, то сердце трепетало и не верило. Неужели действительно город сгорит? Неужели великий Вавилон, гордая царица, блудница, может пасть? Разве не навечно утвердился этот город? Но вот огонь прогорел и увидели цари дым от пожара. Все кончено. Города нет, только дым от черных руин печально поднимается вверх, прообразуя дым мучения огня Гиенского, который будет восходить во веки веков. И тогда восплачут и возрыдают о ней о городе блудницы цари земные. Это не те десять царей, что совершат суд над блудницей. Те не будут скорбеть о гибели города, который ненавидели и сами уничтожили. Это цари земные, блудодействовавшие и роскоши шествующие с нею. И вот время безумного разврата, сладострасти и роскоши кончилось. Они страшатся и подойти к гибнущему городу, сами боясь погибнуть, но только восплачут и возрыдают, стоя издали от страха мучений ее. И как над покойником будут причитать цари, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. Надменная крепость города превратилась в дым. Ни с кем царям больше блудодействовать и роскошествовать. Поняли они, что кончилось их время. В один час сейчас нам уже совсем нетрудно и буквально представить себе гибель великого города столь краткое время. В один час, то есть быстро и незамедлительно, пришел суд твой, Вавилон. Скоро, скорый час нашего суда. О, горе, горе! И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. 18-11 С мировым городом была тесно связана мировая торговля, и вот через падение Вавилона нарушается торговый баланс по всему миру. Не о разрушении города, не о гибели людей, но о том, что товаров их никто уже не покупает. Восплачет и возрыдают купцы земные. Глаза, сухие при виде чужого горя и своих грехов, внезапно прослезятся от того, что никому уже не нужны больше их товары. Вот люди, для которых серебро и прибыль успешно заменяют сердце и совесть. А пока купцы поняли одно, что кончилось. Впереди банкротство, а то и нищета. Наступает мировой экономический кризис. Далее перечисляются товары, которыми велась торговля. Прежде всего идут благородные металлы и драгоценности. Товаров золотых и серебряных и камней драгоценных и жемчуга. 18, 12, 13. Потом идет то, что служит для одеяний и украшений. И весоны, и порфиры, и шелка, и багреницы. Все это предметы царской роскоши, которая соответствует столичному городу Вавилону. Далее следуют материалы для различных изделий предметов роскоши. Из всякого благовонного дерева, из всяких изделий слоновой кости, из всяких из дорогих дерев, из меди, железа, и мрамора. Далее идут товары благовонных веществ, корицы, эфемиама, и мира, и ладана. Может быть, эти вещества будут использоваться и в богомерзком культе антихриста. Далее перечисляются предметы питания, сначала растительные, потом животные, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, затем предметы человеческого общежития, и коней, и колесниц, и, наконец, в качестве товара идут сами люди, рабы, и тел, и душ человеческих. Тело и душа раба является собственностью своего господина и товаром. Так мы видим, что все от безжизненных металлов, потом растительности, предметов, питания, животных, и до тел, и даже душ человеческих обращено в товар. Кроме того, еще раз видим, что смертельная рана зверя исцелеет, и в кончину века с новой неслыханной силой воскреснет работорговля. Под конец перечисления всех товаров еще раз отдельно упоминается о плодах, услаждавших чрево и плодов, угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Так оправдаются слова апостола Павла, их конец погибель, их бог чрево, и слава их в сраме, а не мыслят о земном. Возыгнают купцы, ибо все это утеряли, и уже не найдешь больше этого нигде и никогда. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе великий город, одетый в весон и порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. Как и цари, так и торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, бывшему некогда их царицей, станут вдали от страха мучений и восплачут и возрыдают о внезапной гибели такого богатства. 18, 15, 17. Вот единственное, что еще может вызвать слезы в продавшихся мамоне. Наличие печати антихриста навсегда гарантировало им беспрепятственную торговлю по всему миру. Но вот в один час уничтожено самое сердце мирового рынка. Как и цари, так и торговцы будут только причитать горе, горе. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым, от пожара ее возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». 18, 17, 19 Перечисляются все виды мореплавателей, кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, и вот все они, как и цари, и торговцы, не смея приблизиться к гибнущему городу, стали вдали и, видя дым от пожара ее возопили. Помни, Вавилон, тебе поклоняются все, тобой восторгаются все, ты расслеваешь всех, ты обогащаешь всех, но настанет день, и никто не придет тебе на помощь, все твои поклонники, соучастники в грехах и удовольствиях, все тобой обогащенные и обольщенные, останутся вдали и, созерцая дым от пожара, уничтожившего тебя, будут плакать и рыдать не о тебе, о, нет, об утрате своих удовольствий и богатств, а тебе только прозвучит их траурный реквием, горе, горе тебе и дикий хохот десяти царей. Некогда слуги антихриста восприцали, говоря, кто подобен звери сему и кто может сразиться с ним, о, насколько иначе прозвучит теперь, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили плача и рыдая, горе, горе тебе, возложившие божеские почести на голову антихриста, посыпят с плачем и воплями пепел на головы своя. Посыпание пепла на голову — знак печали. Йов 2.8 Иезекииля 27.30 Вот он, рай на земле, обещанный антихристом. Вот оно, лучший и совершеннейший из всех обществ. Вот финал, ибо опустел в один час. Со всем описанным перекликается пророчество Иезекииля о Тире. Из кораблей своих сойдут все грибцы, корабельщики, все кормчие море, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои, и валяясь во прахе, и все этого не своем поднимут плачевную песнь о тебе. Иезекииля. Продолжение следует...